Украина впервые в истории начала импортировать свежие огурцы из России, а ведь когда-то было наоборот. Победим страну агрессора, но сначала купим у нее огурчиков. Впервые в истории Украина начала импортировать огурцы из России, хотя еще недавно сама продавала их стране-агрессору. Ну здравствуйте. Ай, здравствуйте. Блогер, да? Я вообще радиоинженер. Ну вы сейчас пишете наш диалог? Конечно. Ну замечательно. На какие темы здесь написать? Конспектирую обязательно. Ну вы не пытайтесь быть оригинальным юмористом, я просто спросил вас, вы могли сказать да или нет. А то, что вы пытаетесь изобразить где-то глупо. Подтвердил вам. А у вас умный какой-нибудь вопрос может быть есть? Да, есть. Умный есть. Хотите умный вопрос? Почему Украина закупает огурцы в России? Вы знаете... То есть они не можете вырастить? Вы знаете, нам очень нужны огурцы. Ну, а сами не можете вырастить? А сами тоже выращиваем. А у нас аппетиты хорошие. Аппетит хороший. Вы пытаетесь быть таким проницательным? Да, стараюсь. За ваш аппетит приходится вам денежки валютой платить. Совершенно верно. Ну, так что, теплицы не можем построить? Аграрная великая держава и покупает огурцы где-то в России. Если хотим, то покупаем. Как вы так себе это понимаете? А что, нельзя, нельзя, а что вы так кричите, господи? Да не кричите вы. Я просто возмущен. А что вы возмущены? Так можно, потому что сверхвеликая аграрная держава покупает у страны признанной Верховной Радой агрессором. Извините, звонят. А нельзя, да? А, уже все, да. И здрасте вам. Привет. Меня зовут Александр, а как вам можно обращаться? Андрей. Андрей. А откуда вы, Андрей? Форос. Форос. Андрей, а скажите, пожалуйста, вы довольны своей жизнью? Абсолютно. А что вы делаете, чтобы... Что вы сделали, чтобы ваша жизнь как бы улучшилась? Я живу, работаю, отдыхаю. А, вы живете, работаете, отдыхаете, и у вас все хорошо. Полная семья, папа, мама, жена, ребенок. Что для жизни надо, чтобы... Ага, ага. ...кликнуть. Я понял, мне вы очень нравитесь, потому что есть люди, которые постоянно чем-то недовольны. Нет, у меня в жизни все замечательно. После 14-го года все лучше началась жизнь развиваться, началась стройка, то, все, вливание. А вы кто по профессии? Я слесарь механо-сборочных работ. На заводе? Ну да, на заводе. А что вы делаете? Я ремонтирую суда. А, корабли ремонтируете? Да. Судоремонтный завод. Судоремонтный завод. В Форосе? Не в Форосе, он в Балаклаве на улице. А это далеко? Нет, это недалеко. А сколько километров? 54 километра. И вы каждый день рабочие ездите туда-сюда на 54 километра? У меня пятидневка, я приезжаю, и до пятницы я там... Ну да, это классно, это замечательно. А потом на субботу, в пятницу вечером едете домой. Да, субботу, воскресенье я провожу с семьей. С семьей. А так с понедельника до пятницы они по вам скучают? Ну мы видимся по видео. Ага, да, это четко, это классно. Ну вы-то чем занимаетесь вообще? Ну я вообще радиоинженер. И где работаете вообще? Какой у вас род деятельности? Радиоинженер я и род деятельности инженерия, создание аппаратуры радиоэлектронной. Глушилки и тому подобное тоже? Нет, не только глушилки. Вот конкретно глушилками не занимаюсь, а вот дистанционным управлением вполне себе. Как вы уже увидели и догадались. Это тоже нормальная, интересная работа, я считаю. Это очень интересная работа. Она даже интересна простому обывателю. Однозначно, однозначно. Мне вот тоже интересен, ну не только радио, вот блютуз это же тоже радио. Ну как бы да, да, да. Вот. А вы знаете откуда происходит название блютуз? Блютуз? Блин, да, если честно не задумывал. Ну хорошо, как переводится, что такое блютуз? Блютуз, белый что ли. Ну голубой, голубой. Белый это white. Да, да, белый, голубой. Голубой кто? Кто голубой? Ну мало знаю я английский язык. А какой вы язык знаете? Татарский. Татарский знаете? Ну конечно, я татарин. Я понял, да, ваша жизнь существенна. Вы крымский татарин? Нет, я казанский татарин, переехавший в Крым. А, понаехавший. Ну, я приехал в 2002 году. А как к вам местные относятся? Ну, абсолютно одинаково, как и ко всем другим. Я понял. Я для них местный. И даже никто не задумывается, что я когда-то жил в Татарстане. Я понял. То есть вы еще, когда, так сказать, при Украине, приехали в 2002 году в Крым? Я женился на Крымчанке. Сначала мы пробовали в Татарстане пожить. Ну, родители ее попросили нас приехать помочь бизнесом. В бизнесе, чтобы была помощь родных людей. Ну и мы переездили. Помощь родного человека, это дорогого стоит. Что? Помощь родного человека, это дорогого стоит. Ну, больше тут в доверии было. Тогда страна была такого, ну, не очень порядочного контингента. И нужно было грамотно все преподнести, чтобы это было... А, я понял. А с 2014 года контингент улучшился ваш? С 2014 года люди другими глазами очки сняли, положили их в полку и закрыли, и забыли. А они начали смотреть так же, начинают, по крайней мере, начинают смотреть так же, как и россияне. А, понятно. То есть, а в чем была, так сказать, разница во взглядах тогда и сейчас? Вот вы говорите, очки, а я вот... То есть, как бы вы сейчас хуже стали видеть без очков? Нет, я это все видел, я потому что регулярно приезжал в Татарстан. Ну да-да-да. И был туда-сюда. Ну вот смотрите, если я сниму вот эти очки, то я хуже стану видеть. То есть, люди были в очках, как бы все более подробно, мелко видели, а сейчас с 2014 года сняли очки. Они сняли очки не от зрения, так скажем. А от чего сняли очки? Они сняли очки то, это выражение, вы понимаете же, о чем я говорю. Я просто прошу, чтобы вы объяснили. Какие-то вещи не понимали, а тут начали они понимать. А, в очках они не понимали что-то, а без очков стали понимать. Совершенно верно. А как вам можно обращаться, я вот имя забыл. Андрей. Андрей. А что они раньше не понимали, а что стали понимать теперь? То есть, умнее стали люди. Ну, конечно, умнее, да. Они стали умнее. Стали люди, крымчане с 2014 года, стали умнее. Нет, нет, они жили по другим законам, абсолютно. Жили по другим законам. Да, да. Ну вот, например, я вам приведу пример. Они никогда не соблюдали скоростной режим. Знак висит. Никогда. Ездили там вот на одном месте сотку всегда. Их что газели, что перевозчики, что автобусы, что легковые. Пришла Россия, поставила камеру. Все, 60 километров в час, не больше. Больше поедет, он будет платить штраф. Они, это сначала, сначала это было горы недовольствия, да. Но когда потом они узнали статистику, как изменилась аварийность вообще на всех дорогах, они задумались и начали понимать, и начали пристегиваться, и тому подобное. Это я один пример привел. А еще, еще можете пример какой-нибудь? Какой-нибудь пример. Ну да. Ну то есть вам, крымчанам, нужен, как говорится, хозяин такой. Потому что вы без него ж не можете как бы... Смотри, Украина может что ли без хозяина жить? С 91-го года взяли все, просрали все, что Советский Союз построил там. Заводы, пароходы. Где это сейчас все есть? Даже не могу сказать. Ну так предположить вообще, задуматься. Даже задуматься не могу. Да, ну то есть он не водит, да. Нет же больше ни производств, вообще ничего нет. Что они производят? Вот что они производят? Огурцы соленые они производят? Понятия не имею. Ну, наверное, производят соленые огурцы. Они производят огурцы соленые, закатанные. А зачем тогда, если они производят огурцы, они импортируют из России огурцы соленые? А они очень огурцы любят, наверное. Вы вообще логический человек, грамотный. Конечно. А про огурцы это недавно по телевизору сказали, правда? Я просто не слышал. Про огурцы это недавно по телевизору сказали. Я вам вот пример привел. Я понял, я понял, я понял. То есть... Которая может вообще производить вот сейчас, в настоящее время. Есть что-то у них, что они могут на экспорт? Ну, конечно. Есть очень успешный... Есть очень... Есть очень успешный, да, продукт. Какой? На экспорт. Фейк-ньюс? Нет. А что они могут еще? Ай-Ти-сфера. Это то, что... Например. То, что... Вы понимаете, что такое Ай-Ти-технологии? Я говорю, пример приведите. Что они продали и за это деньги получили. Я понял. Сейчас большое количество денег зарабатывается в Ай-Ти-сфере. То есть... Молодыми людьми, программистами... От Ай-Ти-сферы, да? Да-да-да, это то, что в Советском Союзе... Вы перебиваете меня. Ай-Ти-сфера поднялась на такой уровень, да? Что вообще... Но Ай-Ти-сфера, это же замечательно, когда молодые люди работают в этой области? Это, конечно, замечательно. Ну, вот видите. На это деньги они... Ну, разумеется, зарабатываются деньги. Ай-Ти-сфера поднимается. А как же эти же деньги тратятся на территории... Вот если захотел, например, программист огурчик скушать, Он же берет и покупает огурец, И кушает его. Я понял, короче. Ты... Вы поняли. Хохол, да? Хохляндия? Вы поняли? Нет, не хохол совершенно. Все, да, уже? Блогер. Украинский. Наш. Ну, ваш, да, ваш. Может, у вас вопрос какой-то интересный есть? Да не, нема. Не, нема? А у меня к вам есть вопрос. Який? Смотрите, вам нравится ваша жизнь? В данный момент, да. В данный момент, да. Идея, у вас лично или вообще в стране? У меня лично. А в стране вам... А мне нет. Нет? А что, что не дает по-человечески жить в стране? Почему вам в стране... Что вам в стране не нравится? Руководители такие. Руководители такие. А, так сказать, что делать теперь? Выбирать новых. А кто виноват в том, что руководители плохие? Все уже, да? Слово. Что вам в стране? Продолжение следует...